Июнь 2020-го. Жители Сибирской долины перекрывают Змеиногорский тракт. Причина – вода в трубах появляется лишь под вечер, причем ее качество оставляет желать лучшего. Иными словами, пить такую воду просто невозможно. Тогда наша съемочная группа несколько раз выезжала в поселок. Общалась и с владельцами водозабора, и с чиновниками мэрии. Итог – напор воды улучшился, но качества нет. Превышение железа и мартинца, и состояние свойств воды превышает норму допустимую. Водой невозможно пользоваться. Она ваяет, она имеет желтый цвет. Она портит все имущество, сантехнику, стиральную машину, посудомонечные машины. Именно поэтому жителям приходится использовать частные дополнительные фильтры очистки. Но и они выходят из строя уже через неделю, не справляясь с нагрузкой. Это вот следы от воды. Это вот уже она царапает. Тут тоже желтый оттенок, можете наблюдать, имеется. Питьевая вода, которая якобы соответствует саму пиву, которая якобы является чистой. Причем владелец скважины установил тариф на воду, как на питьевую. Теперь жителям поселка приходится ежемесячно платить за нее около тысячи рублей, при этом не имея возможности использовать по назначению. Еще одна проблема, по словам жильцов, – переход коммуникации статуса коммерческого партнерства в частную собственность Вячеслава Гаврилова. На момент строительства водопровода и скважины каждый житель внес сумму, соответственно, тем самым приобрел долю имущества именно в водопроводе и скважине. Моя доля имущества 1,607. Эту долю Диана оценивает в 150 тысяч рублей. Жители Сибирской долины давно просят городские власти вмешаться в ситуацию. Взять на баланс бесхозные сети и построить новую скважину. Ведь частники, а в поселке два частных водозабора, продавать свои не собираются. Возможно, в ближайшие годы муниципальные сети и скважина в поселке появятся. По крайней мере, земельный участок под строительство нового водозабора определен, рассказали в администрации Центрального района. А нынешний водопровод поставлен на учет как бесхозяйственный. По городскому плану, как бы у нас в планах это 2023 год. 2023 год из завершения оформления сетей, 22 год изъятия участка, выходим на проектирование строительства 2023 год. Но, кроме того, у каждой организации, еще раз повторюсь, есть планы по приведению питьевой воды в нормативное состояние. Поэтому они согласованы, утверждены, распределение, что это контроль. А это значит, что на нынешних водозаборах тоже должны появиться очистные сооружения, а качество воды возрасти. А уже после строительства муниципальных коммуникаций жители смогут сделать выбор. Продолжить старое сотрудничество с частниками или начать работу с государством. Артем Гусельников, Александр Антропов. День с толком.